снял я эту гофру здесь два как наконечника я вот пытался выбить не получается как их выбить я не знаю это может греть это на два сантиметра больше но в принципе если вот таких вокруг и не было она подошла в таком неудобном месте еще между рамой и двигателем толком не подлезть ничего а а а а а а все вот новая гофра сейчас буду ставить ребят короче я разобрал вот эту всю штуку сам в экран не вижу потому что солнце свечет а вот здесь где у меня все розетки стоят учается у меня здесь отломано было и постоянно болтыхалась и при повороте прицеп когда тянет этот кабель то короче то пропадали габариты то появлялись короче такая фигня и здесь вот не знаю на 2 этой контакт отгнил не видно солнце если вам палит сюда пойду короче ты выглядишь вот так пойду за розетки я купил розетку тот раз а там провода просто опёрка закручена да я вот сейчас вот на таких пап-мама хочу чтобы делать как было такие пироги расковыряла сегодня в общем эту розетку до этого я покупал в рейсе не оказывалось мне немножко другая не стал я переделывать искал магазине именно такую чтоб контакты вытащил стояла у меня просто на болтиках там чтобы закручивалась не стал я короче переделать завтра по еще других магазинах вот такой бак вот так вот будет смотреться нашел я здесь надпись на получается 410 литров женат франция так вот сюда я поставил датчик нагрузки на вось так вот шланг провел и здесь вот просто запитал по колхозному но все работает то есть как бы не влази в систему просто если надо он выкрутил посмотрим на завтра я так не думаю что спустит воздух вроде нигде не уходит все про брызгал все везде где надо было подтянул как-то так надеюсь сильно пачкаться не будет у меня на дафе до этого вот здесь стоял ну иногда конечно пачкался ничего не скажу ну протер тряпочкой или водички с брызгалки помыл и все здесь за крылом ну вот как то так вот ресивер здесь все собираемся домой что-то я спарился на жаре купил вот такой стояк новый ну мужик принес играет у меня в запасе лежал он точнее с какой-то машинами дать стащил где работал буду ставить купил вот новый цилиндр эмбер 13 700 что-ли а за 13 отдал новенький ну и фильтр воздушный сейчас тоже буду ставить 4 4 700 там все это уже поставил пробрызгал этим для контактов с маской вот вам старая здесь уже окисляться местами начала вам сейчас буду собирать фильтр ставить и потом буду залазить под машину цилиндр ставить хотел на станции поменять они были времени нету там крит этот не обязательно кабину поднимать так вроде можно залезть поставить новенький намного чище конечно хотя я свой старый стрях его много раз продувал ребята сегодня 10 число воскресенье взял молотковую краску серебристую сейчас буду бак красить здесь отмыл я зачистил где были натертости ржавчинка небольшая краска вот такая молотковая 3 в одном прямом прожавчине сейчас посмотрим покрашу посмотрим как получится все покрасил его поставил хомуты тоже снизу тоже покрасил короче так везде все подложил картину вот как то вот так вот получилось на солнышке краска очень быстро высохла но я когда красил она тогда уже на баке сразу начинает высохать . сильно нагрелся наверно не как там с баллончик и никак с этого пулизатора кисточки покрасила нормально надо будет подсоединить хочу какие-нибудь кранчики сделать буду переключаться между ними и пироги попробую цилиндр еще поменять не знаю на опущенной кабине смогу их открутить нет сейчас буду пытаться с баком закончил смотреть открутил я цилиндр он там сверху сознавато было сорвать родной еще его никогда не откручивали здесь не получилось отвернуть просто она вместе со шлангом крутится приходится шланги короче эх ты капает на телефон на руку короче вот отсюда пришлось откручивать так подлежу все телефон кладу потому что капает не хочу телефон испортить все тогда сейчас это буду цилиндр доставать ребята в общем сейчас расскажу с какой проблем не столкнулся ладно эти трубки вся херня вот они блять долбоебы блять нахуя совать сюда такой длинный болт он там блять 5-6 сантиметров с той стороны короче вылазит а здесь вытаскивать все он упирается в эту блядь не бампер все это снимать как-то нам будто сейчас подлезть там болгарка отпилить ну пиздец ну долбоеба надо реально блять нахуя такой длинный болт блять сверху то же самое он упирается туда там пластика выломать или что-то еще можно но здесь ты чё блять не здесь выпиливать длительными крепление бампера сука блять у меня слов не хватает на вот идиоты кончен и блять специально на шок сами не делали на еще все на станции блять блять этому инженеру он нахуй в руки бы насрать блять фидорасу блять ребята так не видно наверно и за шкиркой везде короче у меня гряди сейчас покажу одному конечно неудобно но все в принципе реально сделать отец бы мне так помог бы уехал грузиться покажу с какой проблемой столкнулся в общем-то цилиндр вон там висит а внутри втулка все никак ее не мог и так и сяк получается не мог вытащить цилиндр здесь отовсюду течет отсюда не молотком никак не получалось короче сейчас придумал а кабину то никак не поднять все давно бы выбил она закоксовалась раньше я сделал просунул просунул монтировку вот так вот так вот короче проснул так слушай все вот в экран смотрю у меня черный экран ничего не видно а вот видно да бросал монтировку одной рукой держи забиваешь я попробую до конца выбить эту втулку и до конца сниму этот цилиндр кто-то такой вот такой хороший кто-то подкинул так да здесь да я посмотрю чё-то нибудь видно нет как речик лапки делает растопыривает и этот жмякает его водичкой попоил теперь все за мной бегает блин жалко и вот если оставить собаки загружут дома код собой ничего толком не было он там кусочек хлебушка дал ему сыром намазал кушает я лодный блин вот как люди вот так вот выкидывать животных у меня сердце болит за них то здесь просто на базе одни собаки кошек то вообще нету все ребят получается поменял я снял это цилиндр на самом деле может быть его и можно было отремонтировать здесь вот это вылетела крышка сальничка поэтому подтекал может быть ее конечно если обратно забил вы может быть уже и держал оба саня кто сбоку вставал ну чё ж я уже купил там пакет был одет на пакет сразу снять увидел бы чего в чем причина но мне жалень было короче заказал новый здесь поставил здесь просто резиночка была я до этого не знал как снимать здесь оказалось втулка выбивать надо на опущенной кабине неудобно пришлось короче вот так вот выйти из положения просверлить и вот эта монтировка и выбивать тоже короче намучился немножко неудобно одному не придержать не ударить все в принципе я сейчас страховал кабину немножко жидкости не хватает уже ты закончилась завтра куплю жидкость еще раз прокачаю будет все нормально так что такие пироги он жена моя приехала познакомьтесь она вот котик или девочка или мальчик не знаю на посмотреть добро вискус для котят хотел сказать своих не бросая пушистых все собираться времени много грязный весь собственно я справился сейчас в душ и домой все плеч все руки все бокалы все втф масло давайте до завтра речи иди знакомься хочу какой негостеприимный иди хоть познакомься речик сразу злой покой и это обороняется вручить и 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 где этот мана если что еще раз помоем потом еще раз покрашу сейчас топливный фильтр а поменяю прокачаю до конца цилиндр и все поеду зацепляться ребят все зацепился когда аварийку включил понял что короче эти моргали думал масса плохая там уже разобрал вот это все здесь все нормально все что я делал здесь все нормально да прицепу искать где чё там замыкает на машине нельзя долго стоять недельку где постоял все начинается здесь я вам короче он откусал все искал здесь и здесь я еще не покрасил короче когда я там все подсоединяю здесь начинается моргать здесь во все контракта вообще пропадает ковырялся ковырялся здесь считаю все раз ковырял здесь расковырял если уже подсоединил обратно сейчас забрал прицеп короче давай искать нашел распред коробку вот это вот там видно не видно там он все окисленное придется наверно то все отрезать и не знаю как то помимо распред коробки или как-то соединять на левую на правую сторону как-то так будем наверно завтра хреново когда не понимаешь и не умеешь купил я там 550 рублей что 600 фишник он учет под 600 рублей в этот раз будет коробку если я решил все это выломать начал выламывать это внешняя была крепление номера надо ее тоже поменять короче все здесь выламываю отпиливаю буду делать если где не будет хватать он провода мне есть нормальные буду здесь все доделать тоже хотел задний ход не работает здесь туманки поставить все здесь откручивать пилен дальше видно будет получится вообще начал подсоединять здесь вместо четыре на не хватает такие короче лучше поставлю 6 это разберу неудобно то что провода туда засовываться и не подлезть ничего можно сделать но не особо удобно таким я думаю удобнее будет сделать ими так и сделаю ребята смотрите как я приспособил чтобы стопы смотреть стопы искать вот здесь все работает здесь работает здесь до соберу нашел я где чё так сейчас заизолирую вот распред коробка все что лишнее уберу не лишнее оставлю в общем каждый по своему цвету кверх ногами неудобно но в общем вот так вот получилось у меня сейчас я все это уберу под номером ну короче отвертка поковырял сейчас гнило ты надо будет все менять на задний ход я сейчас тоже эти фонари доломаю отпилил он болгаркой и этот тоже этот за на задний ход куплю новый фонари потом повешу здесь надо все покрасить это облагородить работа на самом деле чем вроде по чуть-чуть по чуть-чуть но много ничего устраним делаем сами ладно что я доделать все вроде сделал станет стоп положить здесь сейчас крышку поставлю все нормально будет все работает стопы работают здесь эти провода сейчас я внутри вложу ничего принципе видно не будет коробку тоже соберу до конца все я сделал сейчас еще пару хомутиков осталось вот это надо еще тоже поменять все аварийки стопы габариты работают сюда над фонарь тоже купить и зимой еще расколол все никак не куплю слишком ярко наверно стопы здесь потом это вырежу другой металл скорее всего сделаю и номер повешу здесь все уложил здесь все понизу здесь вот сейчас хомутиками закреплю все снизу вот она распред коробка так провод на здесь плохо и нужно темно как провод туда на ту сторону идет и здесь по верху на эту сторону сидит она плотно очень плотно чтобы вода сливалась еще я здесь один провод снизу запустил днем потом еще покажу если все по фальшую дополнительную массу кидал на всякий случай сюда на так все вот не завел как должно быть сейчас здесь уложу и нормально все будет как-то так но это все тоже потом подкрашу вид поменяется ребята до сих пор я короче не уехала весь вчера шприцевал так что мелочи ковырялся там по прицепам с трубками здесь сет здесь это еще решил под номером сгнила сейчас буду менять на нержавейку что приклепают сниму фонарики и буду менять потом все это уже покрашу потихоньку ковыряюсь не спеша смотрите как получилось так примерка номера так вот пластины сделал я думаю номер повыше повесить или нет так оставить подумаю еще и буду уже крепить на работу он вчера сделала так слегка закруглил сейчас купил такие 10 фонариков за 610 рублей сейчас их по низу короче так наштампую мы все как бы я думаю сзади меня должно быть издалека видно